Приветствую! Верховная Рада сегодня проголосовала за новый законопроект о мобилизации номер 10449. 243 голоса «За». Значит ли это, что он принят? Нет. Голосование поддержало этот законопроект в первом чтении, то есть пока он не стал законом. И сейчас мы поговорим о том, какие же сроки дальнейшего прохождения этого законопроекта предусмотрены регламентом Верховной Рады. И разберемся с тем, как быстро его могут принять, то есть сколько у нас осталось времени до того, как все начнется, что называется. И поговорим о том, а какие шансы на принятие этого законопроекта. Рассмотрим аргументы «за» и «против». Итак, что касается сроков. Регламент Верховной Рады предполагает, что теперь у депутатов есть 14 дней на внесение правок. После этого профильный комитет, комитет по обороне, национальной безопасности и разведке, собирает эти все правки, готовит таблицу сравнительную. И дальше эту таблицу должны дать депутатам для ознакомления. При этом, что интересно, согласно регламента, данную таблицу депутатам должны дать для ознакомления не менее чем за 10 дней до того, как этот законопроект будет рассматриваться в Верховной Раде. То есть, что мы сейчас имеем? 14 дней на внесение правок плюс 10 дней на изучение законопроекта депутатами. Но, как мы с вами понимаем, депутаты вчера проголосовали за сокращенную процедуру, за сокращенные сроки подачи альтернативных законопроектов. То вот здесь они могут теоретически сегодня уже проголосовать, а может и уже на момент записи видео, сейчас сколько у нас, половина третьего, может они уже даже проголосовали и уже сократили эти сроки. При сокращении сроков они могут их сократить в два раза, как мы видели с вами. А это значит что? Что из 24 дней останется 12 дней. И если они это сделают, а мы будем рассматривать наихудший вариант, да, мы будем рассматривать минимальные сроки, в которые может быть принят этот закон. Потому что мы же понимаем, да, что нам планировать свою жизнь нужно. И, соответственно, что это значит? 12 дней. Ну, сегодня седьмое плюс 12. Получаем, если они максимально быстро все делают, то 19-е, 20-е февраля законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Дальше, что мы с вами видим? Есть достаточное количество голосов. То есть мы можем быстренько его рассмотреть. Все правки или рассмотреть, не знаю, как лучше сказать это. И уже 20-го числа проголосовать. Понятно, потом там подадутся какие-нибудь постановы, которые будут блокировать этот законопроект. Но если у нас есть наши 243 голоса, то мы это все преодолеем. И там уже 20-го, 21-го, 22-го февраля, в принципе, глава Верховной Рады может подписать этот законопроект и направить на подпись президенту. И что-то мне подсказывает, что президент именно этот законопроект подпишет очень быстро. Не так, как есть другие законопроекты, которые уже больше года находятся на подписи у президента. Я думаю, что этот подпишут очень быстро. И это значит, что если их там подпишут вот в эти числа 21-е, 22-е, 23-е февраля, то в соответствии с законопроектом он вступает в силу через месяц. Ну вот он будет там 23-го опубликован февраля, значит 23-го марта он уже вступает в силу. И именно с этого момента начинается отчет сроков, отчет вот тех 60 дней, когда каждый из нас должен обновить данные через ТЦК и ЕСП, либо электронный кабинет тебе зарегистрировать. И что я хочу здесь сказать? Сроки очень сжатые. Теперь поговорим о том, какие шансы, что этот законопроект будет принят. Мы знаем, что Порошенко против и его фракция, Батькивщина против, но это не помешало набрать 243 голоса. Что дальше? Что еще против этого законопроекта? Амбудсман. Амбудсман наша интереснейшая позиция у амбудсмана. Сначала написал, что он выступает против, что этот законопроект плохой, нарушает Конституцию Украины. А потом говорит, я пообщался с Умеровым и мы решили, что собственно говоря, все окей, мы там потом поменяем эти нормы. Но мне казалось, что идея амбудсмана, идея уполномоченного по правам человека заключается в том, чтобы прилагать все усилия, чтобы защитить права человека. При этом вот здесь у него же была возможность не то, что их защитить, когда они нарушены уже будут, а вот здесь не допустить потенциального нарушения. И вот не выполнил свою функцию. Не выполнил. Мне кажется, что он свою функцию все-таки не выполнил, потому что здесь он должен, если он понимает, что законопроект нарушает Конституцию, то как можно допустить мысль рассмотрения этого законопроекта в Верховной Рате? Ну, конечно, амбудсман должен быть против. Ну, мне так кажется. Ну, реалии у нас другие. Поговорил с Умеровым и Сумеровым. Все понятно. Далее. Главное научно-экспертное управление Верховной Раты, естественно. Профессионалы. Профессионалы, которые, как мне кажется, такие непривкасаемые. Они огромный отчет дали, где расписали все подробно, как этот законопроект не согласуется с Конституцией, с другим законодательством. Как он нарушает права человека. Как он нарушает принципы права. Депутаты почему-то это не учли. И если они не учли сейчас, то возникает вопрос, а учтут ли они в дальнейшем? Ну, будут ли они на это смотреть? Большой вопрос. Хотя там, друзья, вот я всегда всем рекомендую, если вы хотите понять, вот насколько закон с юридической точки зрения корректен, читайте выводы главного научно-экспертного управления. Да, они большие, но они очень классные. Там люди действительно профессионально расписывают. И они реально вот неприкасаемые. Но им разрешают писать все, как они думают. То есть максимально профессиональный подход. И они все написали. И про блокировку счетов. И про запрет на выезд из Украины. И про то, что заблокирует возможность управления транспортным средством. И про то, как люди будут жить заблокированными счетами. Что они будут кушать в этой ситуации. Они все это написали. Они реально молодцы. Теперь нужно, чтобы депутаты это все почитали. Но вот вопрос. Будут ли депутаты читать? И что мы в итоге имеем? В итоге мы имеем следующее. Есть 243 депутата готовых голосовать за это. Есть омбудсман, который уже сказал, ну окей, по сути, мы там потом что-то доправим. И есть главное научно-экспертное управление, выводы которого есть у меня подозрение, что те депутаты, которые просто нажимают кнопку, читать не будут. К какому выводу я прихожу? К тому, что этот законопроект будет принят. Законопроект 10.449 будет принят. Скорее всего, с какими-то минимальными правками. И очень вероятно, что будет принят вот в эти максимально сжатые сроки. И соответственно, нужно планировать свою жизнь таким образом, исходя из этого законопроекта, что вот он вступит в силу в 20-х числа марта. Это вот тот дедлайн такой, на который надо ориентироваться. Если что-то поменяется, я безусловно дам вам информацию по этому поводу. Но пока ориентируемся на вот этот дедлайн на 20-е числа марта. И я понимаю, что никому это видео не понравилось, потому что такие новости, ну кому они не могут понравиться, да, по сути. Но я вас попрошу поставить лайк, поделиться этим видео. Почему? Потому что мы должны донести до людей информацию, что есть 20-е числа марта. И на эту цифру нужно, на эти числа нужно ориентироваться и соответственно, ну вот как-то планировать жизнь. Ну что я имею в виду планировать жизнь? Ну есть люди, которые планировали выехать из Украины. Но они такие думали, потеплеет, летом поеду. Но вы должны понимать, что летом вы скорее всего утратите право на выезд. И, ну все, пока, пока ваш выезд, он законный. Вы можете выезжать, вы можете воспользоваться этим правом. Потом это право скорее всего заберут. И по отсрочкам, кстати, ну тоже людям надо приготовиться, потому что понятно, что многие из нас потеряют отсрочки. Вот, поэтому, пожалуйста, ставим лайк, распространяем это видео, чтобы люди знали, к чему им стоит подготовиться. А у меня на этом все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok